В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Он начался 1 апреля. Уже прошли два средника и один субботник. В уборке города приняли участие около 126 тысяч человек. Это сотрудники предприятий города, муниципальные служащие, активные жители. Промежуточные итоги подвели на заседании штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Сейчас в Самаре сотрудники коммунальных служб готовят к покраске остановки, скамейки, урны, ограждения. Отмывают и очищают от старого покрытия. К концу месяца все они будут покрашены. Все городские фонтаны готовы к новому сезону. 15 апреля пройдут пробные пуски, а 22-го фонтаны начнут работать на постоянной основе. Работы, те, которые намечены, идут по плану, по графику. Если говорить по уличной дорожной сети, у нас в порядок приведено порядка 66%. По скверам, паркам – это порядка 54%. Если говорить по набережной, то 78% территории набережной уже от запланированных работ проведены. Отдельно на штабе обсудили тему вывоза твердых коммунальных отходов. Многие самарцы весной начинают делать ремонт, а старые рамы и двери, мешки со штукатуркой и кафелем выносят на контейнерную площадку. Меж тем она предназначена для бытовых отходов, а строительный мусор вывозить должен собственник. Это такая, к сожалению, традиционная проблема для городского округа Самара, что когда приходит весна, наступает мечник по благоустройству, люди начинают чистить территорию, и дома, и крыши, и подвалы, и, увы, складывают весь этот мусор на контейнерные площадки. И, конечно, контейнерные площадки и перевозчики, что называется, захлебываются мусором. Сегодня в очередной раз проговорили на штабе, где присутствовали и перевозчики, где присутствовали главы внутригородских районов, где присутствовали подрядные организации и управляющие компании о том, что все-таки надо настойчиво проводить разъяснительную работу с жителями. Есть строительный мусор, есть бытовой мусор, и не весь мусор можно складывать в контейнерную площадку. 15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник. Принять в нем участие могут все желающие. Город готов обеспечить активистов всем необходимым. Грабли, перчатки и мешки для мусора можно получить в офисах управляющих компаний. Виктория Шарая, Константин Головин. События.